Сильные духом Аэродром летающих собак За годы Великой Отечественной трудно найти более сложный в климатическом отношении участок фронта, нежели заполярье. Войскам приходилось действовать в суровых условиях Крайнего Севера, а полярная ночь, туманы, частые шторма и магнитные бури, выводившие из строя радиосвязь, оказывали существенное влияние на применение авиации. Кольский полуостров занимал значительное место в плане Барбаросса. Немцы рассчитывали захватить Мурманск, незамерзающий порт и главную базу Северного флота, перерезать Кировскую железную дорогу, связывающую город с остальной страной, что давало возможность затруднить поставки союзников. Также Гитлера привлекали природные богатства кольской земли, особенно месторождение никеля, крайне необходимого металла для германского ВПК. Кроме этого, советское Заполярье входило в круг интересов финской элиты. По их словам, Кольский полуостров должен был стать частью Великой Финляндии. В 1951 году аэродром Военга получит новый статус и новое имя, превратится в город Североморск. А во время войны это был небольшой рыбачий поселок, рядом с которым возвели аэродром. Подходы к Военге были ограничены, сопки выселись вокруг летного поля плотным кольцом, затрудняя выход на посадочный курс. Особенно тяжелы были маневры в зимних условиях. Белизна снега ослепляла и скрадывала высоту, а дующие ветра достигали такой силы, что запросто уносили зазевавшихся собак. Так это место и прозвали «Аэродром летающих собак». Лейтенант Иван Емельянович Алиференко прибыл на север осенью 43-го. В те дни, когда наша авиация добилась господства в воздухе, неся немалые потери, на смену погибшим бойцам в строй становились необстрелянные юнцы. Правда, в отличие от 41-го, пополнение берегли. После учебы в летной школе молодых пилотов тренировали в запасных авиаполках и только после сдачи всех экзаменов допускали к боевым вылетам. Глядя на матерых летчиков, Иван рвался в бой, горя желанием поскорее испытать себя в схватке с врагом. 255-й авиаполк был вооружен американскими истребителями «Аэрокобра», поставляемыми США по ленд-лизу. И новичков постепенно вводили в строй, отрабатывали взлет-посадку, проверяли технику высшего пилотажа, проводили учебные схватки над морем. Только после того, как эта техника была полностью освоена, молодых пилотов брали на боевые задания. Лейтенант Олеференко, имевший за плечами курсы командиров «Звеньев», вскоре стал ведущим в паре истребителей. На его плечи легла большая ответственность – ответственность за себя и своего ведомого, за тактику и исход боя, за сохранность и целостность двух самолетов. Ведь основа успеха пары в воздушном бою – правильная организация огневого взаимодействия, слаженность, слетанность, взаимопонимание летчиков. Звено истребителей состояло из нескольких пар самолетов и было способно нанести поражение превосходящим силам противника, когда успех определялся действиями командира и его умелым руководством в бою. Летчики 255-го истребительного авиаполка выполняли важную задачу. Они охраняли корабли, которые по ленд-лизу везли к нам военные специальные грузы. Конвои направлялись в Мурманск, по узкому коридору между Шпицбергеном и Норвежским берегом. Путь этот был настолько рискованным, что моряки прозвали его «коридор смерти». Суда шли в зоне досягаемости вражеских подводных лодок, надводных кораблей и авиации. С воздуха идущий конвой представлял собой незабываемое зрелище. Белые буруны кипят на темной воде, черный дым стоит над ними столбом. Корабли охранения следуют уступам, образуя два кольца, а транспорты находятся внутри. Они сидят тяжело, густо чадят сажей. Над ними величественно плывут аэростаты. Впереди тральщики, чуть поодаль идут эсминцы, узкие, как борзые. Водяными блохами снуют вокруг катера ПВО. Неожиданно воздушные разведчики замечают под облаками вражеский самолет. Стало ясно, что противник обнаружил корабли, и летчики немедленно передают на военгу пеленг каравана. С аэродрома тут же взмывает дежурное звено. Необходимо спешить, пикировщики и люфтваффы могут ударить в любой момент. Поднялись вовремя. Лаптежники Ю-87 уже на подходе. Только их силуэты появляются в небе над караваном, как все зенитки конвоя просыпаются. Юнкерсы тоже не лыком шиты. Выполняя отчаянные противозенитные маневры, они вот-вот готовы обрушить свой смертоносный груз. И только вой их противных сирен разорвал воздух, как звено Алиференко, вывалившись из-за туч, сходу атакует ведущую тройку. Немцы взяты врасплох. Строй их нарушен. И хотя наскок звена летающих кобр не результативен, враг сбит с боевого курса, а зенитный огонь с кораблей уже не даст им так просто повторить заход. На Ваенгу снова радиограмма. Худые в небе. Это миссершмитт и сопровождение вступают в дело. Их задача обеспечить удар своих пикировщиков, однако лезть под зенитки, крутясь на виражах с кобрами, им не очень-то хочется. Лоптежники, так и не сбросив бомбы, готовят вторую попытку. Их надо упредить. И лейтенант Алиференко, не дожидаясь подмоги, решает атаковать врага. Худые занимают удобную позицию, им главное сбить. А куда и как отбомбятся Ю-87, дело десятое. Тут и появляется шанс. Кобры решаются напасть на юнкерсы. Это единственная возможность не дать врагу совершить успешный налет. Короткий огневой контакт и лоптежники снова без потерь. Но теперь уже сбросив бомбы мимо цели уходят домой. А мессеры записывают себе победу и дуют на форсаже вслед за лоптями. Младший лейтенант Виктор Кочетков, ведомый Алиференко, сбит. Прошитый очередью, его истребитель, кувыркаясь, падает в море. Столб взметнувшейся воды сомкнул над его аэрокоброй ледяные воды Баренцево море. Машина Алиференко тоже повреждена. За его самолетом тянется дымный шлейф. Траурной лентой, словно в честь погибшего друга, он перечеркнул небеса пополам. Иван с трудом сел на воду. Истребитель брюхом коснулся водной глади и, как глиссер, вздрагивая и замедляя ход, заскользил по волнам. Летчик успел отстегнуть ремни, готовясь к прыжку. И вот машина, клюнув носом, встала. Пилот рванул дверцу кабины и окунулся в морскую пучину. К счастью, спасательный жилет удержал его на поверхности. Освобождаясь от парашюта, Иван наглотался соленой воды. И все же сумел сесть в аварийную лодку. Волны бросали ее из стороны в сторону. Ледяная вода обжигала тело. Каменели руки и ноги. Медленно тянулись минуты. И все же надежда на благополучный исход жила. Товарищи должны прийти на выручку. Обязательно должны. Лейтенанта трижды выбрасывала из лодки. И трижды он с неимоверным усилием выбирался из ледяной воды обратно. Едва видимый берег таял в дымке. Глаза слезились. Промокшая одежда промерзла. И тут на горизонте появились едва заметные точки. «Ура! Катера!» Улыбаясь, прошептал теряющий сознание пилот. Сильные духом Улыбаясь, прошептал теряющий сознание пилот. Улыбаясь, прошептал теряющий сознание пилот.